Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре за первый день отопительного сезона подключили больше 15% многоквартирных домов. Тепло подают при условии, если среднесуточная температура в течение пяти суток составляет не выше 8 градусов. Несмотря на то, что до официального старта в среднем температура не опускалась ниже 9,5 градусов, администрация и ресурсоснабжающие организации приняли решение о начале подключения объектов к теплоисточникам. Почти 90% детсадов обеспечены теплом, 60% объектов здравоохранения и 80% учреждений опеки и соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей. Основные объекты социальной сферы подключены к теплу на 71%. Жилой фонд в городе составляет 10 195 многоквартирных домов. За один день 1500 домов получили отопление. При этом ресурсоснабжающие организации наращивают темпы. В Самаре продолжается возведение станции метро «Театральные». При реализации такого масштабного проекта, как строительство метрополитена, все задействованные службы нацелены на минимизацию неудобств для горожан. Скрупулезно прорабатываются нюансы, связанные в том числе с перекрытием уличнодорожной сети. Напомним, что в октябре предстоит введение временной схемы организации движения по улице Новосадовой от Первомайской до Полевой, где в районе перекрестка запланированы наиболее сложные работы. Здесь прежде всего будут переносить инженерные коммуникации. В частности, работы предусмотрено выполнить на водоводе, ливневой канализации и сетях связи. Графики работ согласовываются. В дальнейшем на перекрестке будут опускать щит, произведут стыковку тоннелей. При этом будет выработан щадящий режим ограничения движения. В настоящее время рассматривается вопрос сохранения по улице Новосадовой одной полосы, свободной для автотранспорта. В период производства работы движение будет односторонним, с выходом на улицу Полевую. Все работы и сейчас, и в перспективе берутся на контроль, включая организацию транспортного сообщения. Совместно были представители городской администрации, министерства транспорта, областного и городского ГИБДД. Проходили там, все смотрели, где вот эти какие полосы, где какие работы надо производить. Чтобы пропускную способность обеспечить этого перекрестка, мы разработали разные светофорные фазы, вот разные условия. Будем мониторить ситуацию на месте, как только это перекрытие произойдет, и при необходимости корректировать. В следующем году планируется временно изменить схему движения транспорта и по улице Самарской в районе улицы Ярмарочной. Все ограничения движения будут организованы таким образом, чтобы исходить из необходимого минимума. Где можно пустить транспорт, он будет следовать, сообщили в профильном департаменте. Региональный заказчик, администрация Самары и ГИБДД, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, к временным неудобствам просят жителей областного центра отнестись с пониманием. Ведь уже в 2024 году добраться из отдаленных районов города до центра можно будет за считанные минуты. Существенно сократится интервал движения поездов с 12.15 минут до 5.8. Завершение строительства первой ветки Самарского метро разгрузит городские наземные магистрали. При этом развитие транспортной инфраструктуры региональной столицы и комфорт передвижения горожан в приоритете. Зарегистрировать и восстановить учетную запись на госуслугах можно не только в МФЦ. Получить доступ к платформе можно и через ресурсные центры, работающие во внутригородских районах. Подробности расскажет Александра Гусева. В 2021 году при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создан региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». В рамках проекта во внутригородских районах организована работа ресурсных центров. Здесь жители могут получить консультацию и правовую поддержку в сфере ЖКХ. Еще одна задача, которую выполняют ресурсные центры, это предоставление услуги по регистрации и восстановлению учетной записи на госуслугах. В ресурсном центре железнодорожного района по адресу Аэродромная 9 накануне все желающие могли оформить доступ к госуслугам через специалисты МФЦ. Не у всех жителей, особенно пожилых, есть дома компьютер. Очень необходимость возникает очень часто в пользовании госуслугами. Они не могут сами себя оформить. Приходят часто сюда. Мы оформляем и помогаем. У нас прием ведется, и каждый раз кто-то приходит. Но не только с этими вопросами. Они приходят, им нужно распечатать документы, им нужно зайти в интернет, что-то выяснить. Горожане нередко приходят за помощью в восстановлении или получении доступа к государственному интернет-порталу, рассказывают специалисты. Век цифровых технологий вынуждает людей прибегать к современному методу решения многих проблем. На портале можно записаться в очередь к врачу, поменять паспорт, заказать необходимую справку, не посещая профильные учреждения. И это далеко не весь перечень возможностей портала госуслуг. Возникает жизненная необходимость получения учетной записи на портале госуслуг. И для этого как раз здесь это и происходит. То есть жители приходят, регистрируют свою учетную запись с помощью специалиста МФЦ. И тут же в ресурсном центре у нас есть компьютер, который может любой житель воспользоваться и уже через этот компьютер выполнять все свои, решать все свои жизненные вопросы. В ресурсном центре жители могут получить свободный доступ к компьютеру с интернетом. В случае, если человек попросту не умеет пользоваться госпорталами, рядом есть специалист, который сможет оказать профессиональную помощь. На территории железнодорожного района действует 4 ресурсных центра. Выездные пункты МФЦ во внутригородских районах работают еженедельно. Александр Гусева, Максим Гусев, События. Как действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и что для этого нужно знать, рассказали в городском управлении гражданской защиты. Здесь в рамках месячника гражданской обороны прошел традиционный ежегодный день открытых дверей. Для учебных групп, которые были укомплектованы этим летом, провели курс лекций по основам подготовки в случае ЧАЭС. Как пользоваться противогазами, предотвращать пожары и проводить эвакуацию населения, узнал Ольга Павлова. Смоленская 201, пожар, пожарные выезжают. Понял вас. Оператору диспетчера 4-го рабочего места на выезд пожар по номеру 2. Это один из тысячи звонков, который ежедневно поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу Самары. Как правило, между сигналом и выездом сотрудника на вызов проходит не более двух минут. Реагировать на подобные звонки нужно незамедлительно, поэтому сотрудники диспетчерской службы, здесь их 20 человек, трудятся в круглосуточном режиме. Четверо из них работают на вызовах, которые поступают на единый номер 112. Чаще всего самарцы сообщают о коммунальных, дорожных авариях и происшествиях, которые случились в черте городского округа Самары за сутки. Отдельно прорабатываются вопросы, связанные с системой ЖКХ, которые также оперативно фиксируют. И вносят данную информацию в систему АИС-реформы ЖКХ, которая автоматически через область уходит в Москву. Все сигналы тщательно отрабатываются специалистами, прошедшими специальную подготовку. У каждого свой функционал. К примеру, сообщения о недобросовестной работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций передаются в Центр управления регионом и Муниципальный центр управления Самары. Сигналы об авариях, сообщения о заминированиях сотрудникам полиции, ГИБДД и в МЧС. Далее по каждому случаю проводятся проверки. Для того, чтобы чрезвычайных ситуаций и неприятных историй, в которые нередко попадают самарцы, стало меньше, в Управлении гражданской защиты проводят курс лекции по основам подготовки в случае ЧАЭС. Закрываем ему нос. Делаем два глубоких вдоха. После вдоха приступаем к реанимации сердца. Преподаватель курсов гражданской обороны Александр Хорошилов при помощи манекена «Фантома» подробно рассказывает учебной группе, как проводить сердечно-легочную реанимацию. Процесс не из легких, но и не так сложен, как может показаться на первый взгляд. По мнению педагога, правилам оказания первой помощи должен быть обучен каждый человек. Заявки на прохождение курса лекций подают организации и предприятия столицы региона. Далее происходит комплектование учебной группы. Занятия проводят по 14 учебным программам. Приходят сотрудники организации в понедельник, прослушивают курс лекций в течение дня, затем получают задания на самостоятельную работу. В течение трех дней они готовятся, изучают руководящие документы по этим направлениям и в пятницу сдают зачет в виде тестирования на право получения удостоверения. Которые позволят участникам учебных групп работать по определенной специальности. На лекциях по гражданской обороне можно узнать о том, как правильно пользоваться противогазами, предотвращать пожары и проводить эвакуацию населения. Количество постоянного состава курсов насчитывает 8 человек. У нас полный комплект. Курсы имеют в своем составе грамотных преподавателей с опытом работы в высших учебных заведениях. Более того, ряд лиц имеют ученые степени. День открытых дверей в Управлении гражданской защиты населения Самары проводят ежегодно. Для того, чтобы пройти курс лекций, необходимо сформировать заявку и отправить по адресу улица Ставропольская, 88. Состав участников обычно начинают комплектовать летом, а занятия по основам подготовки в случае ЧАЭС проводят традиционно в сентябре. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. У ФСБ России по Самарской области пресекла противоправную деятельность гражданина одной из среднеазиатских республик 1996 года рождения, который, являясь приверженцем радикальной исламской идеологии, неоднократно переводил деньги на счета подконтрольных членов международных террористических организаций, чтобы оказать помощь в приобретении вооружения, боевых патронов и военной техники для участников указанных террористических организаций. На основании легализованных материалов оперативно-розыскной деятельности Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении указанного лица возбуждены уголовные дела по части 1.1 ст. 205 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Центральным окружным военным судом фигурант признан виновным по всем эпизодам инкриминируемого ему преступления и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания 3 года в тюрьме оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима. На службу в армию призовут 120 тысяч срочников. В конце этой недели, 1 октября, в России начнется традиционный осенний призыв на срочную службу и продлится до 31 декабря. Эти сроки прописаны в законе Российской Федерации. С 1 октября призывные комиссии начнут присылать повестки. Призывников будут направлять на медобследование. К концу года сформируют списки срочников. Призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок в этот призыв тоже прежний – 12 месяцев. Сроки меняются только на Крайнем Севере и в приравненных к нему территориях. Там призыв начнется на месяц позже – с 1 ноября. Кроме того, молодых людей, которые проживают в селах и заняты на пассивных и уборочных работах, будут призывать с 15 октября по 31 декабря. Что касается педагогов, то осенью их традиционно не призывают. Для них существует только весенний призыв с 1 мая по 15 июля. Далее коротко о других новостях. В Минэкономразвитие рассказали, почему ЖКУ в России подорожают дважды за год. Обычно индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора проводят 1 июля. Этим летом плата за коммуналку уже подросла в диапазоне от 3 до 6,5% в зависимости от региона. Следующую индексацию должны были проводить в июле следующего года. Но правительство решило перенести ее на 1 декабря этого года. Об этом сообщило Минэкономразвитие на своем сайте. Тарифы вырастут не больше, чем на 9%, говорится в сообщении. А вот затем индексацию хотят провести уже в обычный срок. 1 июля 2024 года министерство объяснило такой шаг необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства по всей стране, сохранить качество услуг для населения. Рост тарифов нужен для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов. В Госдуме выступили против такого решения. Зампредкомитета по строительству и ЖКХ готовит письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не переносить индексацию на полгода раньше. В России предложили снизить процент по семейной ипотеке на большие квартиры. Инициативу по расширению программы уже прорабатывают с межведомственной рабочей группой по реализации нацпроекта «Демография». Сегодня ставка по программе на все виды квартир составляет 6%. При этом 67% семей с детьми хотели бы купить квартиру площадью более 55 квадратных метров, но больше половины квартиры в новостройках – это однушки. При снижении ипотечной ставки на 1% пункт потенциальная покупательская аудитория может увеличиться примерно на 10%, считают эксперты. Правоохранители Самарской области призывают жителей быть бдительными и не идти на поводу у мошенников. По информации областного главка полиции, жительница Тольятти, 1971 года рождения, которая работает упаковщицей медицинских изделий, позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Он пояснил, что на имя женщины мошенники пытаются оформить кредит. Для того, чтобы этого избежать, нужно самой обратиться в банк за кредитом и, получив деньги, перечислить их на безопасный счет. В итоге женщина сделала все, как говорил собеседник, и перевела на указанный им счет 2 миллиона 200 тысяч рублей. После того, как лжесотрудник банка перестал отвечать, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. С 1 октября российский авиаперевозчик возобновляет регулярные полеты в Хургаду и Шарм-Шейх. Рейсы в Египет будут отправляться из аэропорта Шереметьево. Летать между городами Египта и Москвой будут широкофюзеляжные лайнеры «Аэробус А-330». Ранее сообщалось, что с 9 октября возобновят полеты в Коломбо. Пока рейсы будут выполняться два раза в неделю. С 30 октября авиакомпания также начнет выполнять рейсы в Бангкок с частотой 7 раз в неделю. А со 2 ноября планируется запуск рейсов на Гуа. В Самаре планируют восстановить старинное здание больницы Красного Креста. По планам там должно разместиться подразделение поликлиники номер 13. Вопрос реконструкции здания, расположенного на пересечении улиц Льва Толстого и Буянова, проработают уже в этом году. По задумке на первом этаже будет детское отделение поликлиники. Оно откроется в первую очередь, а остальные помещения отдадут под женскую консультацию. В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Причем сегодня есть возможность привиться от COVID-19 интраназально, когда препарат вводится пациенту не внутримышечно, а закапывается в нос. Подробнее расскажет Светлана Тимофеева. С начала прививочной кампании от коронавируса жительница Самары Нина Липатова приходит в процедурный кабинет каждые полгода. 80-летняя женщина тщательно следит за своим здоровьем. Сегодня она в очередной раз сделала прививку от коронавируса. На этот раз обошлось без уколов. Ой, горлышко попало. Горлышко, да, так и должно быть. Все. Все в порядке? Да, в порядке. Назальные, ну, попробовать все надо, вакцины. Первая была эпивак корона, вторая лайф. Вот это третья, назальная. Вот хочу все проверить, как это, что испытать, что это такое, лучше, хуже. В медицинские учреждения Самарской области поступила интроназальная вакцина от коронавируса. 24 тысячи специальных насадок-распылителей для назальной вакцинации. Пациентам вводят препарат не внутримышечно, а закапывают в нос. Провалилась? Провалилась. Все говорят сладенько. Сладенько, да. Все. Спасибо. Два часа не пить, не есть. Важно соблюдать условия, при которых назальная вакцинация будет эффективна. У человека не должно быть проявлений простудных заболеваний, в частности насморка, заложенности носа, аллергических реакций. Процедура безболезненная. Единственное предупреждение – в течение двух часов после введения назальной вакцины нельзя курить, принимать пищу и жидкости. При вакцинации назальным способом вакцина выпадает сразу в носоглотку по пути проникновения вируса в организм. Это позволяет выработать местный иммунитет. При простудных заболеваниях необходимо сначала выздороветь и прививку сделать через неделю после восстановления. При обострении хронических заболеваний рекомендуется переждать острый период и пройти вакцинацию через две недели. Возможность пройти назальную вакцинацию есть у каждого жителя Самарской области при отсутствии противопоказаний врачей. При этом пациента могут выбрать – прививаться через нос или внутримышечно, как раньше. В Самарской области работает более 200 пунктов вакцинации. Процедурные кабинеты в поликлиниках работают с 8 утра и до 8 вечера, без выходных и праздничных дней. Период наблюдения остается тем же. То есть в течение пяти дней пациент как бы остается под наблюдением и измеряет температуру тела, следит за своим состоянием. При этом же способе введения вакцины интраназально. Опыт у нас небольшой, но все пациенты, которые выбрали способ введения интраназально, отмечают хороший эффект. И без осложнений. На сегодняшний день в Самарском регионе ревакцинацию от COVID-19 прошли 670 тысяч человек. Кроме того, почти 90 тысяч жителей области сделали прививки от гриппа. Светлана Тимофеева, События. За 8 месяцев этого года в Самаре зарегистрировали 90 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 100 детей пострадали и один ребенок погиб. Акция «Письмо водителю» – это обращение детей к водителям транспортных средств с помощью писем, рисунков, призывающих к соблюдению правил дорожного движения. Многие водители были приятно удивлены таким поводом для остановки. С удовольствием выслушивали детей и забирали на память письма. Елена Чернявская расскажет, как это было. Безопасность дорожного движения прежде всего в Самаре прошла акция «Письмо водителю» с участием инспекторов ГИБДД и учеников школы номер 154. Ежегодно в период начала учебного года мы проводим комплекс различных мероприятий. У нас проходит как «Внимание дети», так и городской флешмоб «Спасибо водитель». И традиционно мы проводим мероприятие «Письмо водителю». Во всех образовательных учреждениях дети у нас пишут письма с обращениями, рисуют рисунки по правилам дорожного движения. И затем совместно с инспекторами ДПС выходят на проезжую часть и отдают их водителям. На призыв написать письма откликнулись ребята старшего дошкольного возраста. Совместно с родителями они написали и красочно оформили письма обращения к водителям нашего города, где ребята выразили главное. Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте скорость. Передать письма адресатам из рук в руки решили ребята постарше. Водители, они вспомнили, что на дороге ходят дети и были аккуратнее, смотрели по сторонам. Ведь дети могут выскочить с любой стороны, и чтобы они были готовы и были внимательнее. В своих письмах ребята просили водителей транспортных средств не разговаривать по телефону во время движения, не превышать скорость, не употреблять спиртные напитки за рулем, всегда пропускать и уважать пешехода. В этот день проезжая часть была освещена улыбками детей и водителей. Это один из тех дней, когда инспекторы госавтоинспекции останавливали водителей лишь для того, чтобы ребята вручили свои письма. Водители с пониманием отнеслись к просьбе ребят, были неравнодушны, тронуты их обращением и пообещали быть предельно бдительными на дороге. И, конечно же, строго соблюдать правила дорожного движения. Оставлю себе на память. Как говорится, не зря дети старались. Детей пропускаю всегда на пешеходном. Да и не на пешеходном тоже. Потому что это дело страшное нам. Эта акция нужна нам, нашему городе. И она призывает водителей быть внимательнее на дорогах. В итоге остались довольны все. И ребята, которые почувствовали свою значимость в акции. И водители, которым подобная профилактическая работа подняла настроение. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В пятницу, 30 сентября, в Самаре пройдет очередное автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2022-2023 учебный год. Об этом информирует телеграм-канал администрации города Вести с Дворянской. Места будут распределять на основании наличия у родителей ребенка право на внеочередное и первоочередное зачисление в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. Если ребенку предоставлено место, родители должны в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения обратиться в детский сад для письменного подтверждения того, что дошкольник пойдет именно в это учреждение. Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным местом необходимо обращаться в МФЦ. Перед началом распределения рекомендуется проверить информацию, указанную в заявлении на портале образовательных услуг, либо на сайте в разделе «Поиск заявлений». В случае обнаружения неточностей родителям необходимо обратиться в МФЦ для корректировки данных. 29 сентября на площадке Самарской областной библиотеки для молодежи пройдет литературный диктант, сообщает телеграм-канал администрации железнодорожного района Самары. Любители русского языка и литературы, а также все желающие, могут принять участие и проверить свои знания. Участники, победители и отличники диктанта получат дипломы и сертификаты. Литературный диктант будет проходить в 13.00 по адресу Проспект Ленина, 14. К проекту «Карта жителя Самарской области» присоединилось уже более 35 тысяч человек. Об этом пишет телеграм-канал администрации Куйбышевского района. Заказать проездное можно путем подачи онлайн-заявки на портале «Карты жителя» или в отделениях банков. Держателям «Карты жителя» доступно проведение банковских операций, оплата проезда в общественном транспорте, использование государственных электронных сервисов, а также предъявление «Карты жителя» в качестве полиса ОМС. Благодаря «Карте жителя» можно использовать 150 предложений от партнеров проекта в рамках программы «Лояльность». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, какой рукой пишут наши подписчики. Более 90% опрошенных заявляют, что правый, 3% – что левый. И 6% ответили, что умеют писать двумя руками. Проголосовать и оставить свой комментарий вы можете в телеграм-канале «Самара ГИС». На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!